Ужасная старая дряхлая бабушка. Звук мужиком перекрыла. Открытые чешуйки волос. Привет, кокосики! У меня хорошая новость в честь 100 тысяч подписчиков. Я начинаю на своем канале опять же розыгрыши в каждом ролике и в этом в том числе, но об условиях немного попозже. В этом ролике я иду стричь кончике к парикмахеру, заодно поговорим с ней о волосах. Ну что, знакомьтесь, это Лена. Классный парикмахер. Мы с ней познакомились. Где бы вы думали? В бане. Ну что, Лена, начнем стрижку? Начнем. На самом деле я не знаю, какая у меня стрижка. Посоветуй мне вообще, что мне надо, потому что у меня с одной стороны вот тут короче. Волосы я не стригла уже где-то полгода. Вообще, нужна ли мне стрижка по всей длине от секущихся кончиков? Или достаточно только кончиков? Что мне вообще посоветуешь? Волосы очень длинные, да? Да. Тебе нравится такая длина? Ну, можно укоротить ее сантиметра на три-четыре. Сейчас мы посмотрим, что у нас с тобой продиагностируем. Вообще, длинные волосы, да? Многие считают, что их не надо часто стричь. Где-то раз в год приходит стричься. Волосы надо стричь раз в три месяца. Обязательно стригать сухие концы, иначе волосы начнут расслаиваться. Расслаившиеся волосы, он истончается на две, расслаивается на две части. И, соответственно, потом, да, получается вот такая некрасивая ситуация, когда у нас просто волосы обламываются. Длинные волосы еще требуют ухода особенного всегда, потому что длинные волосы, если, например, сравнить с возрастом человека, да? У корня это младенец, а вот здесь вот это у нас получается ужасная старая дряхлая бабушка. Поэтому так же, как и еда и здоровье, кончики надо поддерживать. Ты ухаживаешь как-нибудь? Ну да, масла, маски. Как раз таки у меня канал на это и заточен. Масляные маски делаю регулярно. То есть ты ухаживаешь за волосами? Да, после мытья. То есть все это есть, но просто из-за того, что долго не стригла. Не стриглась. Они у меня сейчас немножко некрасивые внизу и поломанные. Сделай, пожалуйста, красиво. Смотри, я предлагаю все-таки, да, так как волосы длинные и хочется, наверное, эффект таких густых, да, плотных волос, я предлагаю сделать плотный срез на концах ровный. И так как у нас есть с тобой, да, здесь вот такой момент, что волосы обломались, я предлагаю тебе оформить мягкую лесенку, переходящую в длину. Давай. Это будет смотреться красиво и мы исправим, да, вот эти неровности, которые у тебя образовались. Хорошо. А какой ты уход посоветуешь для кончиков, для длинных волос? Потому что у меня очень много подписчиц с длинными волосами. И что делать, чтобы волосы не стеклись? Ну, сечение волос на самом деле это естественный процесс и ни одна девушка его избежать не может, к сожалению, когда особенно такие длинные волосы. Но очень важно грамотно подобрать косметику для волос. Хорошо. Какую косметику ты советуешь? Ну, обычно что, нам надо очищать кожу головы, потом нам надо дополнительно ухаживать именно за волосами, потому что многие думают, что если они купят один шампунь и где будет написано увлажнение или питание, да, то этого будет достаточно. Конечно, этого недостаточно. И все начинается с шампуня, с грамотно подобранного. Шампунь подбирается как? Каким способом? Он подбирается по типу кожи. Потому что продолжение кожи головы — это наша кожа на лице. Многие думают, что если у них сухие концы, то надо брать шампунь, для высокой кожи, да? Да. Который не вымывает кожное сало, в котором нет сульфатов, да, и который, наоборот, закупоривает. И получается беда. И получается плохая ситуация — появляется перхоть, дерматиты и так далее. Да, я совершенно согласна. Но теперь по маркам, да, если пройдемся. Я, например, уже поняла для себя, что шампунь из масс-маркета типа там шаума, там какие-то head and shoulders — мне все это не подходит. Там очень жесткие моющие основы. У меня сразу начинается раздражение. Хотя кожа головы у меня жирная. Я сейчас пользуюсь корейскими шампунями. Звук мужика перекрыла. Вот вижу, в данном случае нам попался наглый мужичок. Футболист какой-то. Сто процентов. Каким ты пользуешься шампунем? Я все-таки склоняюсь, на самом деле, к профессиональной косметике, да, потому что профессиональная косметика лучше по качеству. Там более совершенственные составы. Обязательно всегда рекомендую основываться на своих ощущениях. У всех разная кожа, разные волосы. Они любят, все люди любят разный эффект на волосах. Кто-то любит рассыпчатые, живые, блестящие, кто-то какие-то другие волосы. Пожелания такие. И по маркам я никогда не рекомендую шампунь. Я всегда даю общие рекомендации и всегда говорю, что хороший шампунь – это тот шампунь, в котором, конечно, более натуральный состав все-таки. Потому что это наше здоровье и здоровье волос, кожи и всего остального. Но все-таки качественная ему еще основа должна быть, да? Должна быть. То есть это не дешевый шампунь, однозначно, который 2 рубля стоит. Да, это не дешевый шампунь, сто процентов. И, конечно, хорошо, когда он подходит человеку, я ничего не имею против. Ну да, такое бывает, что я мою всю жизнь бонсином или еще чем-то. Да, и все хорошо, и все замечательно. У всех разная кожа головы и у всех разная реакция на эти основы. Конечно же, длинные волосы, они у нас нормальные у корня и очень-очень сухие и слабые вот здесь, на концах, потому что им просто уже не хватает питания, оно не доходит от кожи головы, естественным способом. И наши кончики, конечно же, надо обязательно дополнительно питать, увлажнять. Для этого какие средства нам подходят? Нам нужны обязательно маски для волос, потому что это самые сильные концентрированные средства, которые используются для питания, увлажнения, внесения вот этих вот всех полезных веществ. Вот патикулу, да. Причем как натуральные, так и с силиконами вот эти вот обычные баночные маски. Да, да, да. Что касаемо уже тут средства, я все-таки рекомендую разные средства, то есть вы можете и делать и натуральные какие-то маски, которые смешиваете дома, да, и с витаминами, и с какими-то там маслами. Точно так же и покупаете, опять же, я рекомендую всегда хорошие продукты покупать, потому что это не зря выброшенные деньги. Сколько, много раз ко мне приходили клиенты и говорили то, что у меня прям целый склад батареи масок и ни одна мне не подходит. Ну и ценовая политика у них, в принципе, доллар, полтора, два. Да, 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 да. Получается, что эффекта нет, поэтому лучше купить один раз хорошее средство. Если вы сомневаетесь, опять же, да, прийти в салон, либо позвонить и проконсультироваться со специалистом. Тем более, сейчас очень много косметики в интернете, почитаются отзывы какие-то, да, и купить хорошую маску. Это будет сто процентов. Инвестиция на много лет. Плюс, что касаемо уходов, очень люблю масла и натуральные, ненатуральные. Какими маслами пользуешься? Я люблю очень органовое масло, шикарное. Мне нравятся масла комбинированные, когда несколько натуральных масел может быть в составе, да, и масло марулы, и барбериса масло. Они лучше всего питают. Плюс еще всегда рекомендую доносить какие-либо спреи на концы. Силиконами? Возможно, даже силиконами. Да, это же хорошо для волос. На самом деле, это большое заблуждение, что силиконы – это плохо. Они, наоборот, защищают стержень, обволакивают его. Потому что еще такой момент, да, у нас вода очень жесткая. И даже когда мы наносим бальзам, который должен закрыть чешуйки, восстановить Паши волосы, мы смываем жесткой водой и получается, что на выходе, что у нас не хватает нормального Паши на волосах. Соответственно, у нас опять открыты чешуйки волос. И вот эти кондиционеры, да, средства, которые распыляются на волосы, они дополнительно ухаживают. Хорошо. По маркам, например, вот тут есть какие-то хорошие средства передо мной, да, которыми можно вот в качестве несмывашек после мысья волос, да, ими пользоваться. Что я очень люблю? Марки, на которых я работаю, в основном, да, это L'Oréal Professionnel и Schwarzkopf Professional. Французские и немецкие бренды достаточно знаменитые во всем мире. масла, мои любимые масла, которыми я всегда пользуюсь. Вот масло Schwarzkopf, специально разработанное для тонких волос. Никогда не утяжеляет волосы. На какие бы волосы я не рекомендовала его использовать, нет эффекта жирности и склеенности. Очень шикарный аромат, как у духов. Вообще. В составе натуральное масло, то есть это не 100%, натуральное масло с добавлением натурального масла Моролу. А где ты его покупала? Мы заказываем через Минск. То есть через вас можно, да, заказать? Да, можно заказать косметику, да. И она 100% идет с сертификатами, то есть это не подделка. Потом неплохое лореалевское масло. Да, я знаю. Митикойл. Тоже его очень люблю. Хорошие отзывы на него. Отзывы шикарные. Ну, можно переборщить. Здесь уже надо быть более аккуратным, потому что оно очень концентрированное. То есть с тем маслом мы пользуемся смело. С этим очень аккуратно, буквально один клик. Самое главное условие, опять же, про масло всегда говорю девочке. Делаем клик и хорошенечко распределяем, распределяем и уже наносим на волосы. Ни в коем случае не плюхаем сразу, чтобы было жирное пятно. Да, там сосульки были бы. Что касаемо масла, еще очень люблю масло, которое, оно идет тоже с силиконами разглаживающее масло, но здесь еще термозащита. Волосы просто шикарные, гладкие, хорошо расчесываются, очень рассыпчатые. И если вы делаете укладку феном, то оно убыстряет сам процесс. Да, вот мы как раз недавно говорили про термозащиту для волос. Так вот, ребята, это масло можно использовать. Ну это вот мои любимые средства, которыми я смело всегда рекомендую. Я уверена, что они всем подойдут. Не было такого момента, когда кто-то пришел и сказал, Лен, нет, не то, не подошло. То есть соблюдая все мои рекомендации, девчонки покупали и возвращались, и еще хотели купить эти средства. Ну что, наверное, мы с тобой приступим уже? Да, можно уже стричься, избавляться от плохой кармы. Кстати, давай с тобой поговорим на эту тему. Веришь ли ты в то, что волосы накапливают энергию? Нет. Не веришь? Нет, как-то проще к этому отношусь. Не веришь? Просто волосы, его нужно состричь, и все. Хорошо. Ну, поприкалываться можно, чего? Можно в это поверить, и потом тебе станет лучше. Еще такой вопрос интересный. Очень многие девушки ко мне приходят и стригутся по лунному календарю. Как ты к этому относишься? Я раньше тоже стриглась с полным календарю, но раньше я была сыроедкой, и раньше я голодала. Поэтому сейчас все совершенно по-другому, и у меня это все в прошлом, понимаешь? Ну вот, вроде нормально. Главное не долбить эту камеру коленкой. Вообще, наконец-то я с Леной встретилась, потому что в бане туда познакомились, и я сказала, все, буду ходить к ней на стрижку. А потом то приду, у нее нет возможности на запись, то много мест, то еще что-то. Короче, я что-то забила, и вот решила, все, видео буду записывать только с ней. Я очень рада, что ты ко мне пришла, наконец-таки добралась. Еще такой вопрос к тебе. Вот я пришла к парикмахеру. Как я пойму, что мне не нужно у него стричься? Вот, то есть я села в кресло, что он должен сделать такого, чтобы я поняла, что он не профессионал, что ему лучше вообще не доверять. Например, в плане стрижки кончиков, да? Вот просто вот кончиков одним срезом. Как он не должен стричь кончики одним срезом? В любом случае, в начале мастер, конечно же, проводит диагностику, да? То есть он должен определиться. Ну да, кстати. Это самое главное условие первое. То есть, в принципе, вы должны хорошо познакомиться, пообщаться, да, по поводу волос. То есть он должен задать вопросы касаемо длины, ухода и всего остального, чтобы разобраться, да, что ты хочешь, как ты хочешь. Потому что это тоже важно. Форма длинная. Может быть, должен с тобой поговорить, да, по поводу тех же уходов в процессе. И если ты видишь, что, да, человек задает себе конкретные, понятные вопросы четкие, да, и у вас возникает полное взаимопонимание, тогда, я думаю, что можно смело садиться и стричь. Плюс все-таки я бы рекомендовала бы, конечно, идти к парикмахеру по каким-то отзывам, скорее всего, знакомых своих людей, да. Не идти к парикмахеру, которого ты совершенно не знаешь в самую первую попавшуюся парикмахерскую. Знаешь, мне немножко смешно, потому что я вот даже сравниваю. Вот теперешний прием, вот мы нашли баланс в отношениях, да, поняли друг друга. Ты спросила у меня про волосы, про мой уход. И я ходила у нас в Витебске в парикмахерскую номер один. Пострегите мне кончики, пожалуйста. Ладно, 4 рубля, это 2 доллара. Она мне попшикала волосы, она мне их вот так вот не распределяла, не делала мне кокошник. Она мне просто одним срезом вот так взяла волосы и обрезала. Короче, я когда мужа своего просила мне так обрезаться, он мне тоже так обрезал. Ну, как бы, какой смысл вообще доходить в парикмахерскую, да, если человек мне постриг кончики за 3 минуты. Вообще, на самом деле, каждому клиенту свой мастер. Надо дома поставить на табуретку, попросить мужа, давай, вот тебе ножницы с кухни для разделки рыбы, отрежь-ка мне волосы, чтоб секущихся концов не было. Разные клиенты, разные вкусы, разное отношение к волосам, разная философия стрижки даже, да. Отношение вообще к работе. То есть, когда человек идет в салон, он рассчитывает на что? На внимание, на качественные услуги, на уход. Конечно, это и затрата времени, да, и профессионализм мастера. Ну, когда человек хочет что-то сделать максимально быстро, без затрат денег, ну, может быть, ему это просто не надо. Нет, ну, если побриться на лысо, то, может быть, и можно сходить туда. Хотя, тоже есть как бы разница, в барбершоп сходить, да, мужчине побриться на лысо, где там, типа, полотенечками окутывают головы теплыми. Или же сходить в римагерскую номер один, где тебе скажут, не двигайся, сиди, там, пять минут. Ну, то есть, состояние комфорта. Да. Многие девушки, я знаю, стригутся дома. Я то, что раньше делала... На дому? Нет. Сами дома. Сами дома? Да. Как ты к этому относишься вообще? Возможно ли нормально подстричь даже банально кончики дома? Каждый должен заниматься своим делом. То есть, в каждой сфере есть профессионалы, да, люди, которые знают, как правильно, как точно, как красиво. И, ну, у нас же никто дома не лечит себе зубы. Почему многие считают, что можно просто постричься и... Да, что это не важно, как бы, да, что это так? Я считаю, что это очень важно. И для того, чтобы сделать даже стрижку концов, да, четкую, красивую, надо иметь определенные навыки. Ну, все-таки, как сделать это профессионал, ты сам дома никогда так не сделаешь. Когда жизнь, да. Чтобы придать этот объем, чтобы красиво, симметрично постричь, ну, и хорошими заточенными ножницами, это тоже важно. Конечно. Ты знаешь, почему я к тебе в бане подошла? Я смотрю, какие у тебя волосы. То есть, я видела, когда ты пришла еще перед, ну, сеансом, да, я видела что-нибудь у тебя длинное, ухоженное, одним срезом. Я думаю, блин, надо-ка, может, спросить, подойти, какой уход, ну, и так далее. Я люблю потрудить на эту тему. А потом я еще вот эту вот расческу яку увидела, все, это просто добило мое желание. Я просто прямиком от душа иду и спрашиваю. Потом оказывается, что еще и парикмахер витебский. Думаю, ну все, судьба. Попарилась, сходила Полина. В любом случае, парикмахер должен знать о волосах больше, чем обычный человек, да, там об уходе, не только о стрижке, но об уходе в том числе. И, ну, как, как можно, ну, как бы свои волосы, они могут быть тонкие, но они могут быть ухоженные, да, у всех же разная густота волос. Согласна. Грамотно подобранная длина, стрижка, которая соответствует структуре, которая, конечно же, должна подходить человеку. Расскажи мне, с чего началась твоя любовь к тому, чтобы стать блогером? И именно почему ты выбрала волосы и уход за собой? Ну, мне всегда нравилось ухаживать за собой, делать маски, да, мне очень нравится индийская культура, аюрведа, да, и я прям в одно время просто нырнула туда, да, в эту литературу, в книги, изучала индийский уход, там, Ширадхара, промасливание, разные масла для волос и так далее. Вот, и поняла, что нужно, нужно пробовать себя как-то в видеоконтенте, да, и просто начала записывать, мне помог мой муж, он меня так всегда мотивировал, да, он говорит, знаешь, мне кажется, что у тебя очень круто получится. И вот благодаря ему я в какой-то степени тоже начала, хотя сначала я думала, боже, да что там, мне ничего не выйдет, кто я вообще такая, да, и на самом деле, вон, как здорово, уже 100 тысяч подписчиков. Замечательно. Да. Когда я делала луковую маску, помню, у меня там... О-о-о-о! Этот, лопнул мешочек с луком, когда я сок выжимала, и прям на всю кухню вот это разлетелось, да, там у меня неделю кухня пахла луком. А волосы? В итальянской, в итальянской пиццерии запах после этого был не очень, и на кухне, и на волосах. Ну, у меня тоже были девочки, которые приходили на стрижку. После луковой маски. Да, после луковой маски. И волосы, когда мочишь их, они очень пахнут. Да. Прям очень пахнут. Такое ощущение, как будто я вот салат с луком в руках держу, да. Как-то я, помню, пошла парикмахерскую в Гомеле, и там парикмахер до того, как меня постричь, ела соленую копченую рыбу. Я не знаю, мне ощущение, что она вообще руки не помыла. Может, она решила мне сделать маску из рыбьего жира, не знаю, но мне волосы потом, ну, действительно, жутко воняли вот рыбой этой копченой. Лена, спасибо тебе большое, потому что волосы сейчас просто ожили настроение на верхах. В общем, круто. Еще хотела у тебя спросить по поводу питания для волос. Вот чем ты питаешься? Рассказывай все начистоту, сколько булок съела сегодня, а. На самом деле состояние наших волос напрямую взаимосвязано с состоянием нашего организма. Поэтому питание очень важно, так же, как и вообще состояние здоровья, да, любого человека, мужчины, женщины. Ну, отдельный момент хочу уделить витаминам, потому что если в организме не хватает витамина А, витамина Е, витамина С и витамины группов В, то у вас 100% будут какие-то проблемы с волосами, да, либо сухость, либо выпадение. И все-таки, чтобы не гадать, да, чего не хватает, если вы видите какие-то моменты, которые вас, ну, напрягают, то есть выпадают волосы, да, шелушится кожа или еще что-то, то лучше, конечно, пройти диагностику, да, сейчас можно сделать диагностику. Выяснить, чего не хватает организму, и вам врач назначит комплекс витаминов, которые непосредственно будут улучшать ваше состояние здоровья, и, конечно же, состояние ваших волос и кожи. То есть ты считаешь все-таки, что лучше принимать витамины в витаминах из аптеки или все-таки же из пищи? Просто, знаешь, я притяжусь мнение, что надо максимально делать разнообразным питание. Если уже, конечно, там, по анализам, да, каким-то есть явный недостаток, там, железа, да, или дефицит каких-то витаминов типа Д, там, А, то, возможно, раз в году нужно припить какой-то комплекс, но все-таки витамины – это искусственная штука, и они усваиваются не в полной мере, то есть там в лучшем случае, если на 15-20% усвоится, то это будет хорошо. Вот, то есть все-таки, ну, в питании, да, на какие продукты в питании ты вот советуешь обратить внимание? Я бы обязательно обратила внимание все-таки, чтобы это был полноценный комплекс белков, жиров и углеводов. То есть вы должны есть и углеводы, но углеводы какие? Конечно же, не булочки, пицца и хот-доги, а полезные, сложные углеводы – это каши. Они очень богаты минералами, витаминами. Ну, да, медленные углеводы, и то не все каши, да, например. Да, не все. Не овсянка, которая там без варки, да, и не белый рис, а все-таки это нормально. Гречка, там, бурый рис, там, кино, не знаю, овсянка, геркулес, макароны из твердых сортов пшеницы, ну, то есть такие углеводы, да, совершенно согласна. Белки, конечно же, белки, без них никуда, они просто, это, ну, строительный вообще материал любых клеток, да, белок. Так волос тоже состоит, на 80% это из кератина, да, из белка. Белок, кератин это белок. Ну, а как же вот веганы, там, сыроеды, у них же шевелюра просто, как в рекламе понтин, да. Да, все-таки я склоняюсь к тому, что полноценное сбалансированное питание и с растительными, и с животными белками, только так вы будете выглядеть хорошо. Вот, видите как, никаких там сыроедов, вот смотрите, какие у Лены волосы просто прекраснейшие, на них как раз-таки я и клюнула в бане. Вот если бы не волосы, я бы, наверное, не подошла бы к ней, ну, и не расческой, конечно. Ну, конечно же, овощи, да, овощи, фрукты, зелень, кретчатка, витамины. Все правильно. Так что кушаем мясо, фрукты, медленные углеводы, ну, иногда кусочек шоколадки, правильно, для настроения. Найдем до Билева, о чем поговорите, чтобы снимать. Не, мы такие, ладно, давай на пять минут, а давай, сейчас уже там тридцатая минута идет, но это уже в другом конце города, ну, ладно, неважно. В общем, я хотела у вас, подписчики, такую тему спросить. Я буду ходить к Лене раз в три месяца, и мы будем поднимать важные вопросы какие-то про волосы, про уход. Поэтому пишите под этим видео свои комментарии, на какие вопросы вы хотели увидеть ответ от меня, от Лены. Вот когда я через три месяца приду, мы с ней поотвечаем на эти вопросы. Ну, вы, в общем, знаете эту систему уже, да. По поводу розыгрыша, в этом видео я разыграю кокосовое масло Мальдивс Дривс, которое мне очень понравилось, и с которым я записывала обзор на маску вот в этом вот ролике. Такое масло получит человек, который напишет под этим видео самые интересные, самые развернутые комментарии с вопросом про волосы, про уход за волосами. Также необходимо поставить лайк, подписаться, и также подписаться на мой инстаграм, и на инстаграм Мальдивс Дримс. Все условия я еще раз прописала в комментариях. Так что дерзайте, итоги будут через неделю. Ну что, мои хорошие, спасибо вам за просмотр, смотрите также два вот этих вот ролика, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok